Александр Дугин, современная наука скрывает реальность. Представляете себе? Александр Дугин думает, что современная наука скрывает реальность. Давайте узнаем почему. Почему он так думает? Ну, на мой взгляд, самая лучшая черта Александра Гелича, это его антисоентизм, в котором он вполне так себе зрел. Здравствуйте, вы смотрите программу экспертизы Дугина. Сегодня мы поговорим об Аристотеле. Такая огромная, грандиозная фигура Аристотеля в истории философии, в истории политики, в истории науки, она, конечно, может показаться не объявленной. Ну, я антиаристотелек просто в данном смысле. И я больше к софистам обращаюсь. Каждый понимает под Аристотелем свое, существует множество его толкований. Все мы, образованные, по крайней мере, люди. Правда, когда я говорю все мы, знаем хорошо Аристотеля, имеем свою точку зрения, я хотел сказать. Вдруг я подумал, что вот я говорю, какие все мы, как мы хорошо знаем Аристотеля, какая у нас есть точка зрения. Но как-то презумпция, такое предположение, что человек образованный, человек, имеющий какой-то доступ к культуре, он, в общем, по умолчанию должен иметь свое отношение. Не, ну у нас с Дугином из общего только антисоентизм, по сути. Ну, может быть, отчасти плюрализм. Но у него плюрализм традиционалистический, и у меня он просто плюрализм. Вообще, абсолютный философский плюрализм, совмещенный с абсолютным скептицизмом. Я, на самом деле, вообще в идеале, я самый тотальный, колоссальный и жесткий монстр, хтонический, огромный, гигантский к толху, самый злобный враг Александра Сергеевича, ой, блядь, Александра Гелича Дугина. То есть, ну, реально я такой мега антагонист для Дугина должен быть. Если бы он узнал про мои взгляды, я думаю, он бы признал, что я скорее тотальный антагонист всего того, с чем Дугин так или иначе работает. Я противоречу почти всему Дугину. У нас родни только антисоентизм. Все. Антисоентизм это вообще ничто, ну, на самом деле. Потому что практически все философы антисоентисты. Можно с дочкой Дугина постримить, а через нее выйти на отца. Ну, вот я не знаю, почти все стримы, которые я видел у дочки Дугина, как раз они меня что-то ни у кого не впечатлили. Как ни странно. Да, хайлайты нижних интернетов забанили, да, пиздец, это очень плохо. А я реально, я такой анти-Дугин, хотя у нас общее вроде бы плюралистичное начало есть и общее начало в рамках такого вот антисоентизма. Но там, посмотрев направо, посмотрев налево, посмотрев вверх-вниз, мы... Ну, ребят, я просто сам не могу все хайлайтить. У меня, блядь, не знаю, вы понимаете? Сейчас, давайте я вам немножко расскажу про свой образ жизни. Я встаю, делаю себе еду, потом пишу, пишу-пишу-пишу, делаю себе еду, ем, пишу-пишу-пишу, прихожу на стрим, отрубаю стрим, делаю хайлайты, если могу, сплю. Я встаю, делаю хайлайты, если они есть небольшие, хоть какие-то, чтобы у меня были где-то в группе, потом опять пишу роман, какое-нибудь произведение, потому что для меня стримы важны не только как заработок, но и как возможность совмещать заработок с написанием произведений. Мне просто очень важно писать романы, мне прям вот очень важно писать романы, философию всякую писать. Это вот как раз стримы мне и кажутся отличным способом совмещать и то, и другое. Но хайлайтить при этом у меня не получается одновременно, вот качественно, хорошо. Я не все мемные моменты помню, например, я реально дохуя всякого говна крутого забываю в процессе. Искать это на протяжении четырехчасового видео я не могу. А, кстати, друзья, если кто-то хочет помочь и быть хайлайтером, ну, я с удовольствием бы даже, не знаю, я бы пожал тому человеку руку. И мог бы рекламировать его как хайлайтер, если бы у него даже свой канал был, я бы говорил, донатьте хайлайтеру, донатьте хайлайтеру. Пока что я слишком беден для того, чтобы оплачивать услуги хайлайтера. К сожалению, к сожалению, я очень беден, чтобы оплачивать услуги хайлайтера на данный момент. Я и так менеджера еле тяну, но менеджер в данном случае мне важнее хайлайтера, потому что он гостей созывает. Продолжаем. Видим какое-то совсем другое, поэтому я прошу прощения за это обобщение, и будем все равно говорить о должном, потому что как бы далеко действительное... Но все тенденции и философии, которые пошли от Аристотеля, мне тотально противоречат. Я потому что, ну, такой ультрасофист, скептик. Все, что связано с Аристотелем, логика, физика, метафизика и прочие дисциплины, включая этику, вот, как минимум этику... Все, все мимо, все мимо. Пишут в чате, тебе надо за стрим как минимум одно популярное видео разбирать, еще и хайлайтить легко будет. Так я до хера видео популярных разбираю, понимаете? На самом деле, на самом деле, да даже тот же Дугин, это охуенный контент для своих таких протофилософов. Это супер, это супер контент. Много хороших видео уже за сегодня было. Все это хайлайтить, правда, у меня не получается. И я не могу на свой канал выкладывать сразу кучу хайлайтов, потому что тогда оповещения о стриме точно никуда никому не зайдут. От должного не отступало, оно никогда не убедит, что так и надо, на самом деле. Нет, так не надо. У каждой минимальная интеллектуальная. Да, 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 Топлиса, Топлиса мы, не знаю, Гитлера сегодня разбирали, Топлис уже много раз был, вот это говно кринжовое разбирали. То есть, ну, на самом деле, много, свой, чужой, достаточно популярный контент. Понимаете? То есть, тут вот это видео не очень популярное, на самом деле, но неважно. Савельев, чай. Ну, то есть, здесь, понимаете, вот Полина Шибеева не очень популярная, но смешно, кринжова. То есть, было уже несколько за сегодня, за сегодняшний день много хорошего контента. Вот хорошее видео популярное относительно, но нет, не очень. Но Дугин тоже популярный. То есть, было как минимум 2-3 популярных видео, на которых можно было бы хайпануть. Но хуй там. Электричный полноценный человек должен знать Аристотель, должен что-то иметь какое-то свое отношение, должен что-то иметь. Обращение Стасу захайлайчено, друзья. Захайлайчено. Я его в первую очередь хайлайтил, конечно же. Это представление. Поэтому будем считать, что вы все такие, дорогие зрители. И с чем я вас и поздравляю. Я против Аристотеля. Вы все полноценные люди. Нет, я не полноценный. И сегодня будем говорить о вещах. Я не полноценный человек. Я абсолютный, тотальный дегенерат. Я против Аристотеля. Я против логики. Я против этики Аристотеля. Я против метафизики. Но не то, чтобы против. Для меня это просто одна тенденция. Одна философская традиция из бесконечного количества. Из бесконечного множества. Аристотель для меня это маленькая песчинка на бесконечном пляже философии. Который прилегает к океану бескрайнего бытия. Аристотель для меня с моей горы, на которой я смотрю на этот пляж. Он мал. Он бесконечно мал. Хоть к этой песчинке Аристотеля и прилегает целая большая... Большой ком такой. Большой ком. Ну и Платон тоже самое здесь. Платон-Аристотель как одна связка. Это две такие песчинки, которые склеивают вокруг себя такой пласт. Такой, знаете, комок философский. И песчаный замок такой состоит на фундаменте Аристотеля и Платона. Но это не мой замок. Этот замок для меня даже не очень близок. Это очень далекий для меня замок. Для меня ближе, наверное, даже немножко замок буддийской, может быть, философии. И так далее, так далее, так далее. То есть, на самом деле, на самом деле, это реально очень интересная тема. Плюралистическая философия в определенный момент заставила меня уйти от Аристотеля, уйти от Платона и прийти, например, к софистам, к скептикам. Рассматривать все с разных сторон плюралистично. Ни в коем случае не верить ни в какую точку зрения, включая логическую, включая рациональную, включая эмпирическую. И в этом смысле, и в этом смысле я ни в коем случае не аристотелек. Аристотель очень умен, конечно. Я признаю интеллектуальные достижения Аристотеля. Но я дегенерат, получается, по-другому. Который даже для полноценно развитого человека представляет некоторую сложность. Почему? Потому что вот мое осмысление Аристотеля, мой подход к Аристотелю, он строится на довольно специфической традиции переосмысления его. То есть, переосмысление его по отношению к устоявшимся практически всем классическим интерпретационным моделям. Что, думаю, по поводу вечного возвращения? Сомнительная концепция. Что я могу сказать? Довольно сомнительное утверждение, что существует вечное возвращение. Но она интересна. В контексте европейской и христианской философии вечное возвращение, вообще эта тема такая, так или иначе, возникшая уже у Ницше, она воспринимается довольно свежо. Это такой свежий глоток философии. Хотя это возрождение идеи Гераклита, конечно же. Я обратил внимание на то, как изучение Аристотеля повлияло на формирование феноменологии, начиная с Брентана через Гуссерля. И, конечно, я был поражен комментариями лекционного курса раннего Хайдегера 20-х годов, еще до эпохи Зайн-Унсайт. Ну, Аристотель, действительно, Платон и Аристотель, это те два человека, которые породили ту тенденцию философии, которая у нас развивается до сих пор. И даже, когда у нас встречается какой-то постмодернизм, постмодернисты вынуждены работать в этой тенденции, даже отрицая ее. То есть, они все равно в традиции, понимаете? Я изначально ставлю себя как философ, который вышел за пределы традиции, и Платон и Аристотеля, я не то чтобы их постоянно засираю. Для меня критика науки, это не критика с точки зрения, ну, она не в рамках, короче, Платона, а Аристотельевской топики происходит. Это совершенно другая критика. Это критика софистическая, это критика скептическая, это критика из других школ, из других вообще мировоззрений. В этом смысле я вообще вижу себя определенным таким, даже другим, и я этим не особо даже хвастаюсь. Это не то чтобы то, чем стоит, следует гордиться, но вот такой путь я изначально избрал. Не идти в сторону, не идти по пути Аристотеля, не думать, что Аристотель лучше, не думать, что Платон лучше, что это вот, что можно как-то, я думаю, что можно как-то без них было обойтись. Потому что в античности было множество альтернатив, невероятное множество альтернатив. И они не сводились к Платону и Аристотелю, как ни странно. Посвященное Аристотелю. Вот это меня, конечно, полностью вдохновило, и я увидел такого феноменологического Аристотеля, Аристотеля как феноменолога. Вот с ним я и оперирую, но я вот даже от самых интеллигентных и внимательных слушателей и зрителей, экспертизы Дугина, не могу требовать, чтобы они обратились для того, чтобы лучше понимать все последующее. Ну, понимаете, что я ППШ, дело в том, что самый вкусный татарский пирожок это и есть супермаргинал. Ну, да ладно. Работе Хайдегера и Аристотеля, хотя это желательно, это великая книга, совершенно великий курс лекций, настолько грандиозный, что его значение сложно, как бы сказать, просто оценить по достоинству, поскольку это переворот, это революция. Я вот внутри этой революции и буду строить свой диск. Первое, что я хотел обратить внимание, Хайдегер как источник трактовки греческой философии, вообще любой философии крайне плох. Ну, то есть он подходит к философии не как историк философии, он мыслителем обычно древности, там, не знаю, или Канту, или каком-нибудь Ницше, вообще любым мыслителем, которых он так или иначе разбирал, на которых прикасалась рука Хайдегера. Все эти мыслители в изображении Хайдегера становились сами Хайдегерами, только немножко в других терминах. Хайдегер разъяснял, не знаю, термины практически любой философской тенденции в своих... В своих. Все. Круто. Поэтому Хайдегер в данном случае он не открывает нам обычно тех философов, с которыми он работает, он сам этими философами как бы и является, такой многогранный Хайдегер, который везде находит себя. Но это интересно, это интересный подход как у философа, то есть он везде находит свое основание. Это круто. Но с другой стороны, я бы на Хайдегера особо не уповал здесь, на его подход. Хайдегер хороший мыслитель, Хайдегер сам по себе хороший мыслитель. Но как историк он у меня всегда вызывал вопросы. Вы говорили, относительно того, как он относится к тому, что можно назвать сакральной наукой. Когда мы говорим о научном мировоззрении или научной картине нового времени, мы имеем дело с Галилеем, с Ньютоном, с Декартом, со Спинозой. Ну, Галилея, Ньютон, Декарт, Спиноза, это во многом немножко перевернутый Платон и Аристотель. Вот как ни странно, они даже не то чтобы слишком в топике отличаются. Не знаю, Роджер Бекон какой-нибудь, не знаю, ладно, Фрэнсис Бекон начинает использовать логику. А ссылка его нового органона делается на старый органон, на обычный органон. И в этом смысле, ну, сохраняются определенные топологические черты, которые так или иначе объединяют Аристотеля и философию нового времени. На самом деле, я даже думаю, что философия до нового времени, это больше философия такого вот Платона, доминирующего Платона, получается. Потому что мы больше встречаемся с платониками. Даже Фома Аквинский может быть, хотя нет, Фома Аквинский перепадайте, конечно, но все равно у нас очень много Платона в Средневековье, очень много Платона. Поэтому Аристотель начинает доминировать через Фома Аквинского, но именно в новое время такой вот аристотелевский метод, именно метод, именно органон, именно вот такая вот основа на органон, она появляется именно в новое время. Она становится в новое время, она становится очень сильной в новое время. Да, метод немного меняется. Метод немного меняется, но... Ладно, меня сбил комментарий. Читаем комментарий. Федор пишет. В свое время я выводил логические доказательства вечного возвращения, но, как говорится, кто сказал, что логика верна? Федор, кстати, есть интересная вообще тема с иррационалистами. Один из самых крутых иррационалистов Шопенгауэр. Он на самом деле был охеренным аргументатором. Это человек, который очень хорошо разбирался в логике своего времени, по крайней мере своего времени. Работал над темой четвероякого корня закона достаточного основания, и у него это получилось довольно интересно и глубоко. И в целом его аргументация порой бывает просто каноничная. Это просто каноничная аргументация, самое что ни на есть каноничная, очень сильная. Поэтому, видите, иррационалисты, они как бы, они иррационалисты не только потому, что они нерациональны, они могут использовать рациональность. А вот рационалисты всегда стремятся ее использовать. Рядом таких классических авторов, которые говорят, что мы являемся создателями научной картины мира, а до нас была ненаучная картина мира. Соответственно, научная картина мира пришла вместе с поздним возрождением и с новым временем, потом она захватила все институты. Ну, научная картина мира, на самом деле, немножко подальше проходит. Опять же, вспоминаем Грассетеста, Роджера Беккона и Томаса Барадвардина. Вот этих чуваков вспоминаем, через них так она немножко становится. Ну и да, дальше уже развивается. Все поле эпистемологии, и сегодня она уже воспринимается как самообразумеющееся. Сегодня уже она достигла до такого состояния, когда, в общем, исчерпала свое содержание и переходит в постсовременную, в постмодернистскую картину мира. Не согласен, что она переходит в постмодернистскую картину мира. Наука радикально модернистична всегда была, и если она лишится этой модернистичности, потому что вообще, в принципе, научность, научность и модернистичность, это как будто бы даже синонимы. Мы не можем лишить науку модернистичности. Наука модернистична, она рационалистична, она пользуется проектами нового времени, она делит на субъект и объект. Наука тотально модернистична, не согласен с Александром Геличем. И этот постмодернизм, он совершенно немыслим и непонятен ни в одном из своих текстов, если мы упускаем из вида модерна. Потому что есть современная картина мира, научная картина мира, модерна, и есть постмодернистский следующий шаг, переосмысление, критика, преодоление, перетолкование. Но эти два элемента, они на самом деле должны быть понятны, потому что не будет постмодернизм, они не понимают, что такое модерн, что преодолевает постмодерн. Соответственно, он преодолевает научную картину мира, сложившуюся именно тогда. Соответственно, там не только буддийская философия у Шопенгауэра, но и веданто еще, он веданто читал, и у панишата читал. То есть Шопенгауэр немножко поугарал по индийской философии в свое время, ну и по канту. Возникает у противников научной картины мира, у традиционалистов, у нас, у консерваторов, и соответственно, как бы сказать, у людей, которым не особенно... Не все противники научной картины мира, консерваторы... Удовлетворяет критика постмодернистов, хотя в ней есть очень много интересных, занятных и важных положений. Возникает такое отношение к этой научной картины мира, что все это как бы полная ерунда, это материализм, построено на каких-то совершенно гипермонетистских принципах, что все выводится из низшего, из телесного, материального, из опыта, как у Ньютона, или из обычного такого банального бытового бонрезон, такого рассудка обывательского, как лучше Декарта или идеализма. То есть, мы во всех случаях, как бы, наверное, как традиционалист, мы правильно критикуем, правильно отбрасываем эту современность. Ну, вместе с ней, конечно, мы отбрасываем и критику современности у постмодернистов, которые разделяют этос, то есть, некую мораль модерна освободить. Ну, постмодернисты во многом, да, они не просто разделяют мораль, они являются наследниками этой самой критики. Потому что сам модерн, условно говоря, себя критикует. Постмодернистические философы, они в целом сохраняют цепочку передатчиков. То есть, ну, например, Хайдегер, Тилёс вроде, да, Тилёс. Я уже не помню, кто там с кем связан точно. Короче, есть связки, есть связки, есть связки. Лейбниц там тоже часто фигурирует у постмодернистов, как один из таких, знаете, важных персонажей. Поэтому всё здесь довольно-таки ясно. Постмодернисты, они во многом восходят традиционно к другим философам. И просветить просвещение или совершить незавершённое, доделать за модерн то, что он сделать не смог. Это всё нас совершенно не трогает. Мы это отбрасываем. А вот что мы говорим взамен? А взамен мы говорим, эта научная картина мира неправильна, потому что она не учитывает, в первую очередь, трансцендентность Бога. Она не учитывает Бога живого, что ещё важнее, чем трансцендентный Бог, который в деизме иногда может проскользнуть где-то там в остаточном варианте. Даже вплоть до Эйнштейна или каких-то современных физиков. Но вот такого живого Бога, Бога, который творящего чудеса, Бога, создающего ангельские порядки, бытие ангелов или бесов, всё это вот тут уже никак с научной картиной мира не сочетается. И, соответственно, люди, которые верят в ангела или в паджевого духа, они становятся ненаучными, то есть отсталыми, прилежат к какой-то другой эпохе. Ну, собственно говоря, мы подчас на это соглашаемся и говорим, да, мы верим в ангелов, верим в бесов, мы знаем, что они есть, мы верим в ад, мы верим в рай, мы верим в бессмертие души, и ничто нас не разубедит. Мы правы абсолютно. Но вот тут интересный момент. Если посмотреть, то как складывались основные принципы и аксиомы нового времени, то есть этой научной картины мира, Галилея, Декарта, Ньютона и всех остальных, мы заметим очень интересную черту, что все они, каждый пункт современной науки, каждый пункт этой научной картины мира является отрицанием того или иного тезиса Аристотеля. То есть, для того, чтобы... Нет, например, логика. Ну, то есть, опять же, не всякий тезис Аристотеля отрицается в науке. Я бы даже, наоборот, сказал, что наука — это своеобразное аристотелианство нового времени. Это перепатетизм, это вырагившийся перепатетизм. Первые люди, которые так или иначе пользуются околонаучным методом, это восточные перепатетики. Они смешивают логику, математику и эмпиризм. И они называют себя восточными перепатетиками. Хотя они и полтонизм там смешивают, и много чего другого смешивают. Я здесь абсолютно не согласен с Александром Геличем. По-моему, он здесь бьет совершенно мимо, совершенно мимо. Ну, мы можем сказать, да, что вместо дедуктивной логики Аристотеля, по преимуществу дедуктивной логики Аристотеля, Фрэнсис Бекон предлагает индуктивную логику, которая является логикой наоборот. Но на самом-то деле в процессе становления науне... Во-первых, сам метод познания логика, как таковой органон, метод логического познания, он подразумевает определенную классическую топологическую даже структуру. Эта структура, она как бы уже существует в Европе, она заложена Аристотелем. То есть Фрэнсис Бекон не отрицает логику таковую, и, насколько я понимаю, он даже дедуктивную логику не отрицает. Проблема дедуктивной логики в посылках. Потом же все это начинает развиваться и превращается в какую-нибудь там абдуктивную логику, которая включает в себя как индукцию, так и дедукцию одновременно. И получается такая слитая система. И многие логические структуры, они так или иначе смешивают и то, и другое. И поэтому говорить об отказе нам не приходится. Опять же, о полном отказе как минимум точно. Можно построить современную картину мира, которая является материалистической, антихристианской и в конечном итоге антихристовой. Для этого пришлось отрицать Аристотеля. И вот тут возникает совсем интересный момент. А если это так, тогда может быть... Ну, безусловно, Аристотеля местами отрицали. И даже это была такая крутая фишка. Вау, я смог отрицать Аристотеля, какой я классный. Именно Аристотель и его учение являются правильной, консервативной, традиционистской картиной мира. А тогда всё станет на свои места. Отрицание Аристотеля приводит нас к модерну. Модерн есть абсолютный материализм, механицизм, имманентизм и чистое зло, и антихристианство. Кстати, у Аристотеля довольно механическая картина мира в целом. Есть перводвигатель, который не прояснён окончательно, как Бог. То есть, обычно там просто пишется перводвигатель. Всё движется, и, следовательно, есть некий перводвигатель. Начало движения. Начало движения механистично получается в прямом смысле. Также у стихий, у разных стихий, есть свойства движения. Аристотелю свойственно описывать стихии не через их какие-то воображаемые материальные свойства. Он стихии любит описывать через движение. Через то, куда этот материал направлен. Земля направлена вниз. То есть, пам, пам, она падает. Огонь направлен вверх. Вода и воздух как-то немножко посередине здесь находятся. Хотя вода больше тяготеет, опять же, вниз, но движется в определённом таком своём вот жидком течении. А воздух, ну, вот, больше вверх направлен, но не так высоко, как огонь при этом. То есть, очень механистично, но при этом у каждой стихии оказывается своя форма движения. И благодаря этому движению стихий, и благодаря, в том числе, перводвигателю, появляется такое, ну, вполне так себе, околомеханическое движение. Аристотель, оказывается, который подвергся отрицанию. И есть та инстанция. Просто, опять же, физика Аристотеля, это физика движения. Физика нового времени по преимуществу тоже физика движения, потому что, не знаю, там всевозможные исчисления, которые... Ну, вообще, первые формулы, так или иначе, физические, которые мы разбираем, они так или иначе связаны с движением предметов. Либо силой притяжения. Оно изображает движение. В обычном самом смысле оно изображает движение. Оно пытается описать движение с помощью формул. Очень много всего связанного именно с движением и с реакцией, там, с силой упругости какая-нибудь. То есть, да, вообще, изначально физика тоже, физика нового времени, она строится по преимуществу на рассмотрении, так или иначе, движения как такового. Физика оказывается наукой о движении. Это свойственно Аристотелю. Не всем грекам свойственно так изображать физику, но Аристотелю свойственно. И в физике нового времени свойственно также делать колоссальный акцент на движение как таковому. ...в интеллектуальной философской, в интеллектуальной философской процессе, в интеллектуальной философской среде, преодоление которой привело к современности. Значит, из этого надо сделать вывод, что Аристотель был очень-очень важен. Если всё ложная конструкция современного научного мировоззрения, поскольку оно материалистическое, секулярное, антихристианское, если оно так внимательным образом разрушало и преодолевало Аристотеля. И дальше можно посмотреть основные тезисы этого разрушения. Аристотель говорил, что не существует пустоты. Почему? Потому что пустота отрицает его представление о мести. А вот учение Аристотеля о мести – это самое главное. С точки зрения Аристотеля... А Демокрит уверял, что есть пустота. Так может быть дело не в отрицании Аристотеля, а в признании Демокрита в определённый момент. Просто в новое время открываются идеи Демокрита снова. И начинается разработка атомарных теорий, кстати. Атомарных теорий тоже. Ну да ладно, это дело может быть не в отрицании Аристотеля, а в признании Демокрита. Демокрит, в свою очередь, более древний персонаж, чем Аристотель, как бы. Ну да ладно. Каждая вещь имеет своё естественное место. То есть место, которое является целью. И движение объясняется тем, Аристотелем, что вещь двигается к своей цели, чтобы её занять. Каждая вещь двигается к своей цели, к своему месту, к которому место и есть цель. И они толкаются, сбиваются и не дают друг друга достичь. На самом деле. В той или иной степени всегда что-то этому препятствует. Поэтому, на самом деле, не может быть пустоты, потому что каждое место чем-то занято, потому что место и есть то, что занимает тело или какое-то явление в своём движении к своему естественному месту. То есть, по сути дела, место – это и есть цель. То есть телос по-гречески. Отсюда становится понятным, что такое антилехия. Один из холастов говорил, что он готов продать душу дьявола для того, чтобы понять, что такое антилехия. Вот можно не продавать душу, но понять, что такое антилехия. Если понять значение и антология места в системе Аристотеля, вещь движется к своему естественному месту. Это место и есть цель телос. Поэтому энтилехия, имение телоса, то есть цели в самом себе, и есть движущая метафизическая сила движения, которая движет вещь к своему естественному месту. А место, которое является естественным, то есть, которое должно занимать вещь, это не просто абстракт. Нет, опять же, смотрите, про движение. Видите, Александр Гелич делает большой акцент на движение. Вообще, философия физики, связанная прежде всего с движением, ну, она характерна для Аристотеля по большей части. Как Дистрад, да, реально характерна для Аристотеля. И для философии нового времени. Просто движение понимается и там, и там по-разному. Безусловно. То есть, здесь разница есть, но это не самое тотальное отрицание Аристотеля, которое только может быть. Трактно-существующая территория, какое-то в пространстве, это и есть сама вещь. Потому что вещь становится самой собой только тогда, когда она достигает своего места. Потому что это место не является случайным. Оно является принципиально важным. И, соответственно, движение каждой частички и каждого существа в мире, куда бы он ни двигался, по какой бы искаженной траектории бы он ни шёл, он всегда идёт домой. Он идёт к самому себе. Каждая бабочка летит к самой себе. Жук ползёт к самому себе. Всё. Каждая молекула, каждая... Ну, молекула тоже такая современная идея. Каждая частичка стремится к самой себе. И все... Ну, они, конечно, друг другу мешают. Мы мешаем друг другу достичь нашей цели. И кто-то мешает правильно, кто-то мешает неправильно. С этим сложно разбираться, но смысл движения в том, что каждая вещь стремится к своей цели. Это называется анизотропное пространство. То есть, пространство, которое структурировано, которое имеет центр и периферию. Немножко Логоса, немножко Кринжеса и немножко Гитлера. Это, да, хорошая идея сегодня. Не, мне на самом деле, именно по содержанию сегодняшний стрим прям очень нравится, но не нравится количество просмотров, конечно. Скажем. И абсолютным центром пространства для каждой вещи является его естественное место. Представляете себе картину? Анизотропный мир. Крайне интересная. Вот отрицание этого принципа и утверждение изотропной структуры пространства является главным тезисом научного мировоззрения. Соответственно, в картине мира Аристотеля не может быть пустоты. В современной научной картине мира вакуум существует. На этом, собственно, и была, она и основана. Да. Дальше. Это одно различие. Но это не значит, что вся научная картина мира, ну что научная картина мира отрицает всегда Аристотеля. Это не значит это. Из этого высказывания не следует. Мы один пример привели в данном случае. Естественного места в современной науке нет. И движение оказывается неким процессом, который имеет причину каузальную, но не имеет причину, то есть причину причинную, причиненную. Мы знаем, почему движение возникнет. Ну, кто-то дал какой-то импульс, вот и покатилось, или столкнулся, вот и упало. Но мы не знаем зачем. То есть сразу возникает мир, в котором все вещи движутся неизвестно куда. То есть понятно, почему мы можем сказать кауза, причину мы можем дойти, но мы не знаем каузу финалис, мы не знаем то ради чего, мы не знаем куда она движется, потому что она никуда не движется. Это мир бессмысленного движения. То есть на самом деле современная наука, она делает мир бессмысленный по определению. Все научно. Бесцельно. Не бессмысленно, а бесцельно. Если речь идет о Телосе Аристотеле, то есть цель, цель, к чему-то движется постоянно, что-то движется к самому себе, то наука в данном случае оказывается от Телосом. Бес Телосом. Согласен, да, здесь имеет смысл так говорить, потому что из всех категорий Аристотеля цель в данном случае исчезла. И большинство ученых, в принципе, включая какого-нибудь Панчина, Дробышевского, они, в принципе, согласны с тем, что у мира нет цели, нет смысла, нет смысла жизни, нет цели жизни, ничего запланированного нет, ничего, к чему что-то движется. Да, это действительно, это отличие, это действующее отличие, его можно приводить как одно из основных. Здесь с Александром Гелиевичем я согласен. Здесь с Александром Гелиевичем я полностью согласен. Заведомо, бессмысленно. И когда мы изучаем, почему та вещь двигается в том направлении, а в другом, та частица, например, в коллайдере, мы всегда рассматриваем исключительно каузальную, вот эту причинно причиняющую природу, кауза эфисцент по латыни. Но мы вообще не допускаем, потому что это вычеркнуто из современной науки, кауза финалис, то есть свою целевую причину. Вещь никуда не движется. То есть она как-то движется, почему-то, потому что ее выводят из покоя. Она вообще не движется никуда. Соответственно, ни у чего нет смысла. Мир становится случайным. Дальше. Аристотель отрицал атомизм и утверждал наличие стихий. Стихий это некие состояния существа. Со стихиями здесь Александр Гелиевич все значительно сложнее. Просто в некоторых представлениях стихии могут выступать в некотором виде ничего-то беспредельного типа Аперона. Первые стихи Фалеса, например, Анаксимена, Анаксимена, да, Анаксимена, Гераклита, они скорее, знаете, такие разлитые по всему пространству. Это не просто атомы чего-то там, это не атомы каких-то стихий, это просто вот не знаю, возьмите пластилин и размажьте вот так вот по всему, представьте, по всему миру, по всей вселенной, это будет единая стихия. То, что распространяется по всему миру в таком случае, не разлитое, но при этом оно может сгущаться или немножко разгущаться и получаются уже предметы более твердые или более мягкие и так далее, и так далее, и так далее. Это с одной стороны, вот нечто подобное может выступать в роли стихии, а может как раз выступать атом, стихийный атом, атом огня, воды, земли, воздуха, как у Эмпидокла это происходит как раз. Ну, то есть, здесь довольно тоже сложная, 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 сложная штука, потому что концепции стихий, они не были однородны, никогда, никогда не были однородны, концепции стихий у каждого мыслителя немного разные, ну, например, у какого-нибудь фалеса это не просто вода, это не просто вода, это еще и вода одухотворенная, у нее есть душа, это вода, в которой есть жизнь, все вокруг живое, все состоит из воды, и все живо одновременно при этом. Земля это не просто земля, это именно состояние твердое, потом жидкая эта вода, воздушная, газообразная. Да, а есть еще такой дискурс, дискурс состояния, дискурс сухости, влажности, с одной стороны, дискурс сухости, влажности, а с другой стороны, твердости, разреженности, мягкости, это уже больше к телезию что-то нас подводит, к алхимикам разным то есть со стихиями все неоднозначно всегда было и тут все как бы тоже и огненная как плазма то есть эти представления об элементах на самом деле дают представление о связанной континуальной структуре вот континуальная структура скорее кто сократиком до эмпидокла даже будет как-то относиться потому что опять же тоже демокрита тоже были стихии хоть и атомарные они были включены в череду атомов просто атома было больше их было больше чем 4 у демокрита поэтому говорят что он атомист а импидокл например просто по стихии мугарал но он тоже атомист на самом деле по крайней мере под лунного мира а за сферы луны за вертикальной иерархической моделью нас наступает начинается совершенно другая другая среда где существует эфир и где не существует этих элементов твердых жидких и газообразных или плазматических огненных нет ни атомов ну да кстати здесь есть еще одна фишка что галилей сделал великое предположение для естественной установки для естественно научной даже установки согласно которому весь наш замечательный потрясающий мир так или иначе действует по одними тем же законом на всех во всех местах этого мира в любом месте пространство и в любое время вот действует одни и те же абсолютно законы они никогда не меняются они никогда не отличаются друг от друга вот просто даже если мы встречаемся чем-то аномальным это нужно объяснять уже известными нам законами если мы не можем объяснить это уже известными нам законами значит нужно менять законы наш мы неправильно составили закон как-то так это работает у аристотеля немного по-другому аристотеля действительно есть подлунный мир огонь вода земля воздух здесь правят они в своей комбинациях как-то все вот вокруг они друг другом противятся друг другу сревнуются у них бои здесь происходят в своем движении каждый движется к своей цели да правильно а есть над лунный мира то есть это царство чистого эфира высшей такой материи за наиболее тонкой наиболее светлой очень похожим на это эфир нередко следует даже воспринимать как свет вот просто ввиду того что вообще само понятие света и эфира они во многих религиях во многих на философских учениях довольно смежно они нередко перетекают друг друга если хотите представить себе что такое эфир в представлении каких-нибудь древних скорее скорее всего но вы не сильно прогадаетесь и подставите слово свет здесь и зато есть эфир но не в нашем мире а над лунном мире планеты двигаются вокруг того центра который является их естественным местом и это идеал движения потому что они не отходят и не приближаются к отцу к своему естественному месту если по не отходили как в подлунном мире они бы сошли с орбиты по впали бы в хаотический процесс а если бы они слишком приблизили к своему естественному месту то они бы прекратили свое существование мира больше не было потому что по аристотелю только одно 1 находятся на своем естественном месте с из всего множества существ это Бог. Только Бог на своем естественном месте. А все остальные лишь... Ну, перводвигатель. Ну, не Бог. Ну, не Бог. Перводвигатель. Перводвигатель давайте. Давайте нейтрально выражаться. Перводвигатель. Тяготеют к этому естественному месту. Соответственно, если мы посмотрим пункт за пунктом, то, как строилась научная картина мира современности, атомы, материя, учения о месте, учения о времени. По Аристотелю само время не является, так же, как и пространство, чем-то существующим до вещей. Время – это мера движения. А движение объясняется стремлением достичь собственного... Похоже на теорию относительности, кстати. Окей. ...собственного естественного места. То есть, каждая вещь движется с разной степенью успеха к самой себе. И это место самого себя, подлинное место вещи, которое есть ее судьба, ее телос, и она сама, по сути дела, вот это место определяет пространство. Всегда заполненное, всегда живое, всегда движущее все. Немного очень напоминает как раз теорию относительности Эйнштейна. Ну, как ни странно, чтобы показать, что все-таки Аристотель не так уж противоречит науке. Блядь, такие вопросы. Шопенгауэр – сторонник иллюзорности, свободы, воли или компатибилизма. Я думаю, Шопенгауэр не слышал вообще о слове компатибилизм. Сейчас, давайте попробуем подумать. Шопенгауэр, Шопенгауэр, Шопенгауэр. Ну, поскольку он находился в русле философии Канта, вполне возможно, что он был сторонником свободы и воли. Я, в принципе, не иллюзорности свободы и воли, а именно свободы и воли. Это не исключено. Но я здесь не помню. Я здесь, честно говоря, не помню уже, что конкретно Шопенгауэр писал про свободу и воли. Был ли он сторонником свободы и воли? Был ли он чистым детерминистом? Либо он был чем-то вроде такого прото-компатибилиста? Нет, не помню. Не помню, честно, не помню. Меня мало. Сейчас, давайте посмотрим. Че, блядь, я въебываюсь-то? У меня Шопенгауэр прям под рукой. Че я делаю? Там, наверное, глава есть по свободе воли, о познании идей, так-так-так-так-так, о чувствах априори, так-так-так, по поводу логики, по поводу риторики, по поводу наук и учения, интеллекта, познаваемости вещей в себе, по вознаваемости сознания, дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры- А. О примате воли, самосознания. Так, есть что-нибудь про свободу воли. О безумии, о гении, путь спасения внутреннего искусства, к отдельной истории по поводу теологии, об инстинкте влечения, о материи. Так, о воле, наверное, о воле, о воле. Правда, вряд ли он будет писать о том, насколько она свободна, то есть, в этом смысле. Но воля, оказывается, да, скорее автономной. Это автономная вещь. Вы не можете понять, что вам желать. Вы желаете что-то, ну, довольно-таки спонтанно, спонтанно. Познаваемость о примате воли в самосознании 5, 6, 9, 5, 6, 9, 5, 6, 9, 5, 6, 9, давайте. Давайте быстренько попробуем найти, вдруг что-то там будет в этой главе. Воля в себе оставляет внутреннюю истину, неразрушимую сущность человека, но сама по себе она... А! Воля, как вещь в себе, представляет внутреннюю истину и неразрушимую сущность человека, но сама по себе она бессознательна. Ну, то есть, мы не управляем собой сознательно, в данном случае получается. Ибо сознание обусловлено интеллектом, а последнее является простой эксциденцией нашего существования. Ведь интеллект представляет собой функцию мозга, который вместе со связанными с ним нервами и спинным мозгом только плод, продукт и даже паразит остального организма, поскольку он непосредственно не участвует в его внутренней активности и служит целью самосохранения только тем, что регулирует отношение организма с внешним миром. Сам же организм — это видимость, объективность, индивидуальной воли. Ее образ такой, каким он является в этом мозгу. И поэтому он опосредован познавательными формами мозга, временем, пространством и причинностью. И, следовательно, представляет как нечто протяженное, действующее, последовательное и материальное, то есть, действенное. То есть, мы сознанием не управляем, как посредственно говоря. Все зависит от воли. Воля, как вещь себе, составляет внутреннюю истинную неразрушимую сущность человека, и она бессознательна. Мы не можем управлять нашей волей с помощью сознания. Воля является, да, такой вот, по сути, по сути, по сути, по сути, спонтанной вещью. Соответственно, вопрос о свободе воли, я думаю, здесь вообще, в принципе, отпадает. Воля свободна, вы нет. Если думать так, если попробуете писать, что я сейчас прочитал Шопенгауэра, воля свободна, а вот вы нет. Вы непосредственно проекция этой самой воли. И ваше сознание, и ваше знание, и все, что вы так или иначе делаете в этом мире, это все опосредованно волей, опосредованно волей. Ну, в принципе, да, очевидный ответ. Я просто на него сразу не додумался. Давайте продолжим. Всегда наделенное смыслом. А время – это мера этого движения. Поэтому, если мы скажем, что все движется без цели, и что у вещи нет естественного места, то и время становится хаотическим, и пространство становится изотропным, и время становится каким-то совершенно жестким, роковым. То есть, вот если тебе дали пинка, ты летишь, например, поманили морковкой или коры, ты ползешь. Как хорошо. Но это какая-то физика свиней. Мы живем в мире физики свиней, которая прекрасно объясняет самые аморальные, самые примитивные. Даже свиньи, причем... Люблю Дугина, он очень-очень-очень крутой. Действительно, часто зря обижаем. Хорошие существа. Но когда человек становится свиней, вот это уже совсем не симпатично. И когда мы приписываем таким высоким существам, существам, как люди, например, умным, способным к размышлению, к этике, к морали, к добру, к благородству, к красоте, к творчеству, когда мы приписываем вот эти все примитивные представления, мы дико унижаем людей, когда мы помещаем их вселенную, где все существует бессмысленно, где каждая телесность сама может быть описана только предшествующим импульсом, который объясняется. Кто-то вот что-то сделал, вот мы и пожинаем это. На самом деле в такой вселенной нет никакой свободы, нет ничего священного. И вот тут краткий вывод из этой реабилитации, или из этого панигирика лучше, панигирика Аристотеля, что аристотельская физика это и есть подлинная, настоящая сакральная физика. Именно учение Аристотеля о том, как устроено бытие, оно является сакральным. А отрицание этого сакрального аристотельского мировоззрения и дает нам его антитезу в виде профанного мировоззрения. Граница между сакральной, священной наукой и наукой профанической проходит через Аристотеля. И Аристотель является мыслителем сакральной науки. Хуй знает перебор. Вот здесь начинается перебор с сакральной наукой, ну просто Аристотель думал, думал вот так. В античности было множество различных физик, не только физика Аристотеля. Аристотель один из. Из всех физик, которые мы можем только представить себе в античности, ближе всего к современной физике, физика Аристотеля. К сожалению или к счастью. То, что Александр Гелич так или иначе смог найти некоторые различия между физикой современности и физикой нового времени и физикой Аристотеля, это не странно. Это вполне ожидаемо, честно скажем. Это вполне ожидаемо. Ну, ну а что? А что? А что? Должно как-то соответствие какое-то быть тотальное? Нет, такого быть просто в принципе не могло. Но на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, именно Аристотельевская, Аристотельевская физика во многом заложила основания для физики нового времени. И благодаря именно открытию прежде всего Аристотеля, переоткрытию работы и с Аристотелем, мы сталкиваемся именно с физикой нового времени уже в процессе этой самой переработки, дополнения, исследования. Здесь можно даже обратить внимание, да, но тоже очень важно, что Аристотель никогда не сочетал логику и физику. А вот на этом лежит, в этом состоит основа современной физико-математической модели. Потому что с точки зрения нового времени физику надо изучить. Ну, Федор, я абсолютный скептик, я не знаю, есть ли свобода воли, нет ли свобода воли. Мир детерминистичен или индетерминистичен, мне неизвестно. Мне это принципиально неизвестно и непонятно даже. Именно математическими, логическими средствами. Но Аристотель, на самом деле, логика, это как бы, и как и математика, это сфера сознания богов. Там действуют прямые линии, прямые траектории, там существует А равно А. Законы логики это законы божественного мира. И в божественном мире они абсолютно справедливы, так же, как и законы математики. Но когда мы переходим к физическому миру, к миру подлунному, к миру элементов, к миру тел, немножко о мире шуе, в котором абсолютная математика, которая существует в мире богов, и абсолютная логика, которая абсолютно справедлива в мире богов, внезапно в истории философии преображаются вполне материальные инструменты, которые внезапно тоже совершенно неожиданно и совершенно как-то вот так вот спонтанно становятся средствами работы с компьютерными технологиями. Ох, ох, как это все интересно. Вот мы живем в настоящем мире шуе, в котором тотально идеалистические методы, абсолютно идеалистические методы стали олицетворением чего-то максимально физического, чего-то максимально естественного. То есть, на самом деле, я согласен с Дукиным здесь во многом в том, что современная наука многое, многое, многое поменяла местами. И многое было поменено местами не в пользу здравого смысла и даже не в пользу каких-то противоречий. Наука это на самом деле территория тотальных противоречий. Это территория совмещения с одной стороны эмпиризма и противоречащего ему рационализма. Это территория, где совмещается в себе метод идеалистических философских течений и метод натур философии какой-нибудь тоже более развитый. Это место, где как раз именно сущностные философские противоречия, не то чтобы даже находят разрешение, но в принципе работают при этом вместе. Просто работают вместе и ученые на эти противоречия особо внимания стараются не обращать, потому что это, ну, наверное, тотально бесполезно для них, я не знаю. Если математика дает пользу, если эмпиризм дает пользу, почему бы не использовать и то, и другое? Ну, потому что это разные методы познания, у которых разная топика, у которых разный стиль мышления, например, потому что и то, и то вряд ли будет одновременно верным. Вот все. Это просто сущностное противоречие, не логическое противоречие, не противоречие логических идеалистических структур высказываний а не равно а. Нет. Здесь сущностное противоречие, то есть две враждебные топики неожиданно совмещаются вместе и начинают тереться друг от друга, непонятно получая в себе какие-то странные тейки, тезисы, положения, новые методы порождая, но при этом методы довольно тоже странные. Наука очень странная штука. Если с платонизмом в принципе все понятно, платонизм в своей идее идеалистической крайне последователен, крайне последователен. Перипатетизм тоже в своих идеях крайне последователен. Наука, на мой взгляд, она, во-первых, непоследовательна, и во многом это связано с тем, что науку создает далеко не один человек, а множество людей. То есть вообще проекты науки, их было много, много проектов науки, и в рамках создателей этих самых единичных проектов наука была довольно последовательная в своих начинаниях. Но, поскольку у науки не получилось стать творением, произведением одного мыслителя, какого-нибудь великого Аристотеля, либо Фрэнсиса Бэкона, либо какого-нибудь Кортезия, она наоборот начала представлять собой тотальное смешение противоречий, противоположностей сущностных. Из этого появилась вот она. Вот она, прекрасная, непоследовательная, но при этом все защищают ее как последовательную, как замечательную. Любой ценой ее защитить надо. Если уж мы не признаем, что наука дает нам какую-то истину и дает нам какое-то знание, то мы как минимум должны признавать, что наука дает нам, не знаю, какие-то практически невероятные клевые достижения. И все это наука, это именно наука. Нет, это не инженеры там все изобретают, не медики придумывают новые медицинские методы. Нет, это наука. Это наука, какая-то абстрактная наука, ее любой ценой надо защитить почему-то. Непонятно. Непонятно, сложно, сложно, сложно. Для номиналиста прям вообще пиздец, как сложно. Ну, поехали. Которые стремятся к своим естественным местам, эти законы логики и эти законы математики начинают нарушаться. На самом деле, то же самое, вот абсолютно то же самое открыл Бенуа Мандельброд в фрактальной физике о том, что не существует в природе прямой линии, одномерной, она будет всегда двухмерной. Не существует сферического трехмерного пространства. В реальности она будет всегда в действительности четырехмерной и так далее. Но вот современная наука просто берет и отождествляет физический объект и логический объект, приходя заведомо к абсурду. Потому что если точка это... согласен с Догиным. Ну, то есть, если ученые и не делают это осмысленно, это во многом подразумевается. То есть, если это не проговаривается, то это скорее подразумевается. И когда люди говорят «Нет, нет, 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 что вы, это не подразумевается, нет, таки это не подразумевается, это наебгоев, на мой взгляд». Ну, или просто непонятно, если не подразумевается связь математики и мира реального, если не подразумевается связь логики и реального мира, Какого хера вы занимаетесь математикой и логикой, если вас интересует познание реального мира и это ваша главная цель? Блять, что? Что нахуй? Зачем вы занимаетесь логикой? Зачем вам математика? Вы могли бы устроить себе клуб любителей шахмат, например, и все было бы круто. Ну, потому что, опять же, шахматы тоже идеальная система. Языки идеальные системы, логика идеальная система и математика это идеальные системы, такие, которые работают по определенным правилам в рамках определенных символов. Ну, угорали бы как шахматисты по своим играм и все, забили бы на это. Но здесь не во всем согласен. Например, без химии не появилась бы фармацевтика. Но понимаете, в чем дело? Химия не наука тоже, на мой взгляд, по большей части. Для меня наука является только теоретическая дисциплина. Только та теоретическая дисциплина, чьи теории можно проверять с помощью верификации, фальсифицируемости и других таких вот экспериментальных методов. И описывать с помощью математических. Химия здесь довольно многообразна. Короче, смотрите, Федор, как только вы можете смешать два элемента каких-то там, не знаю, в колбе и получить взрыв, это уже не наука. Это практика. Как только вы начинаете заниматься смешиванием практическим, этим алхимики занимались, например. Этим занимались алхимики. Алхимики тоже получали вещества посредством смешивания, посредством нагревания, посредством переработки, в том числе металлов. То есть чисто технически алхимики занимались тем же, чем и химики, только у них была другая теоретическая база. Вопрос другой в том, могли бы алхимики обогнать химиков. Вот это неизвестно мне на самом деле. Никогда мы об этом, наверное, уже не узнаем, потому что от алхимиков почти ничего не осталось толком. Ну, именно вот, их не осталось, их мало. А химиков очень много. Поэтому понятно, что в системе, где с одной стороны миллионы представителей работают над химией, а с другой стороны два с половиной представителей нихуя не делают. Ну, очевидно, кто победит, да? Армия интеллектуальная из нескольких миллионов человек против интеллектуальной группировочки маленьких каких-то алхимиков, которые даже друг с другом, наверное, не очень хорошо связаны. Такое пространство с нулевой площадью, или линия с нулевой длиной, или сфера с нулевым, нулевого объема, на самом деле, то этой точки нету. То есть, ее просто не будет. И она в математике, в логике прекрасно может существовать, только не в физике. И здесь очень важно, что как же тогда нам изучать физический мир, если не с помощью логики? А его надо изучать с помощью риторики. И снова в риторике... А какая задача в математике шоуя, ППШ? Что за задача в математике? Какая конкретная задача в математике? По-моему, у математики много задач. У математики нет единой задачи. Это раз. Два. Когда вы внезапно начинаете проигрывать спори, будучи сиентистом, внезапно начинаете проигрывать спори, вот всю жизнь вы использовали математику для того, чтобы познавать истину. Там, не знаю, законы, там модели, там теории проверять. Ух, какой вы молодец. Ух, как много вы узнаете. Ах, какой вы классный. Когда вас в итоге прижимают к стенке, прижимают к стенке и говорят, ну, чувак, ну как бы математика, она к реальности не особо относится. Чувак, слушай, слушай, алло. Алло, тебе не кажется, что это немножко шуе, что ты, короче, измеряешь идеальные системы, реальный мир, и это довольно странно, это довольно странно. Он начинает говорить, блядь, ну на практике это работает. И ты такой, ну да, на практике это работает. Потом вы расходитесь, и этот ублюдок, знаете, что он начинает делать? Опять продолжать использовать математику. Идеальный метод, модели, познание мира, там сравнение всего со всем. Ух, как хорошо. Корреляция и статистика. То есть это спор, спор, результат которого ни на что не влияет в итоге. Это риторика. Это в чистом виде риторика получается. Вас наебали. Вас наебали в процессе этого спора. Когда оппонент внезапно отошел так назад, такой, опа, а математика работает. А потом вернулся в свое исходное положение, когда вы ушли, и продолжил действовать в том же самом стиле, как он обычно и работал. Это типичное поведение любого верующего человека, проигрывающего в споре. Ну, то есть, ну, ну, вот. Ну, вот. Когда убермаргинал там, не знаю, например, говорит, логика, 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 такая охуенная, такая замечательная, такая крутая. Потом приходит Шадов и говорит, ну, блядь, ведь в логике можно сомневаться. Маргинал такой, а логика работает в компуктерах. И победил, типа. А потом Шадов ушел, и маргинал возвращается к исходному такому состоянию, и такой, ну, ну, все, логика снова охуенная, логика невероятно крута, давайте все ей пользоваться. Она не только в компуктерах работает. Ну, вообще, по логике, ну, если есть логика, то это философия. Если логики нет, это не философия. Все, все как бы. Понимаете, все просто. Вот. Вот, 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 вот. С какой конкретно задачей вопрос справляется математика? Потому что мы по этим задачам можем отпрыгивать на колоссальные расстояния, кататься во всей комнате. Опа, вот так вот, знаете, вот здесь логика помогает, и здесь математика, вот здесь нам математика помогает. А потом, поспокойной ночи, Магомед, а потом возвращаться непосредственно к исходной нашей позиции, делать вообще с ней все, что угодно, и учить студентов чему, вообще всему, чему угодно. Вот это печально. А что такое мир? Математика, мир абстрактных чисел, и как говорил Юджин Вигнер, почему математика работает? Лауреат Нобелевской премии по физике. Математика, мир абстрактных чисел. Да, окей, что за мир абстрактных чисел? Непонятно. Непонятно, что такое мир абстрактных чисел, непонятно, что такое вообще мир непосредственно. Эти лауреаты Нобелевской премии меня мало интересуют. Только по литературе. Только по литературе, мне интересно, лауреаты. Так, продолжаем. Главным концептом Аристотеля является топос. Отсюда его построение риторических фигур, тропов и так далее. То есть физика – это наука для поэтов. На самом деле идея спора физика и лириков – это абсолютно неправильная постановка вопроса. Физика – это дело только лириков. А вот дело математиков и логиков – это совершенно другое. Они должны, в общем, где-то в области богословия быть причислены. Это как бы раздел богословия. Логика и математика. Вот в божественных мирах, в английских мирах. Ну, кстати, согласен. Но не то, чтобы согласен. Опять же, Александр Дугиевич ничего из того, что он говорит, не доказывает. Он просто говорит, что у Аристотеля было так, а значит, это круто. А значит, это правильно, а значит, вот как на самом деле. Доказательств сегодня не будет как бы. Доказательств мы не подвезли, к сожалению. Никакой аргументации, кроме этого, не будет. У Аристотеля было так, значит, это правда, видимо. Все законы логики и все законы математики, углы вычислений, все соблюдается. А вот в законе физики ничего из этих логических законов не соблюдается. Даже самого Аристотеля. Он говорит, первый закон логики, закон творчества. А есть А. И когда он приходит к описанию того, что является вещь, а точнее сущая, потому что Аристотеля нет слова вещи в его языке, он говорит, он, сущая. Вот тогда он сразу говорит, что в каждой вещи есть Гюле и Морфе, то есть форма и материя. То есть в одном и том же, казалось, с логической точки зрения, А равно А. То есть и все. То есть должно быть Гюле, Гюле. А равно А. У меня было целое яблоко, я его съел. Оно больше не А получается? Что? Что? Прошло немного времени, оно уже не А. Что, блядь, получается? Ох, какой ужас. И форма, и материя поменялись. И даже если бы я его не съел, тоже до свидания как бы. К вопросу о том, как законы логики, в том числе закон тождества, относятся к реальному миру. Форма. Форма предмета. Смотрите, вот эта штука, которая у меня в руках, вот октограмма, цепочка особенная ее, она постоянно движется. Она никогда не равна сама себе в момент, пока мы на нее смотрим, она постоянно меняется. То есть, вот это А никогда не равно само себе. Оно равно само себе только вот в какое-нибудь, не знаю, отдельно взятое мгновение, которое мы никаким образом засечь не можем. И то это сомнительно, кстати. И то в этом можно усомниться. Мы можем только предположить, что она равна себе в остановке. В какое-то мгновение, вот она остановилась в какое-то мгновение, так тшшш. Мгновение, время застыло. И то мы можем только предположить, что она равна себе, потому что она может быть тоже не равна сама себе, даже находясь в абсолютной неподвижности. Интересные законы логики, даже когда на базовых каких-то позициях они не работают. Не относятся никак к миру, к реальности. И, следовательно, ничего не описывают. Ну, кроме идеальных структур, типа душ, богов. А богов и душ, ну, я не знаю, я их что-то давно не видел. Давно не видел ни одной души, ни одного бога, не знакомился с ними в последнее время как-то. Что-то вот залежались боги где-то у себя на небесах, и со мной они не общаются. Поэтому я не могу сказать, можно ли применять логику к чему-то реальному. Материя, материя, форма, форма. А вот вещь, которая едина, она всегда, каждая вещь состоит из материи и формы. Вот уже сразу риторика, вот уже сразу метафора, уже сразу метонимия, на самом деле, уже троп. Как только мы приходим к арестольческому оплению какого-то физического предмета или объекта, мы полностью в сфере риторики, потому что логические законы наклонены, они не выданы в чистом виде, уже есть отступление. К этому, как ни странно, путем проб и ошибок приходит современная физика. И в теории суперструн, и в теории фракталов. И вообще, вот в современной как раз физика начинает осознавать, но она пытается обсчитать неадекватность своих собственных... Ну, на самом деле, современная физика еще более математична, насколько я знаю, чем физика нового времени. Она прям вообще тотально математична. То есть, теория суперструн, это не то, что, наверное, думает Александр Гельч, это тупо математическая лабуда громадная, тотальная, которая пытается описать все процессы, все явления, которые так или иначе наблюдаются физиками. И которая противоречит стандартной какой-нибудь модели, не противоречит, но, по крайней мере, не очень хорошо и обосновывается. Догматов, на которые она построена, как бы развивая их. А шаг сделать назад и посмотреть внимательно, когда закралась ошибка, когда было осуществлено главное, ну, просто недоразумение, когда сакральный мир уступил место миру антисакральному, профанному в сфере научной картины мира. Вот это в современной физике сделать совершенно не в состоянии, будучи просто поражены, отравлены идеей прогресса, развития, становления и, как бы, поступки. Так, собственно, квантовая механика уходит в мир виртуальных частиц, да. Но в этом проблема уже будет заключаться не в том, что она сближается с Аристотелем, она здесь от него еще больше отдаляется даже. ...вступательного движения истории, который тоже является одной из современных профанических лжеидей, догм, который ничему не соответствует. Вот прямые линии, такие вектора характеризуют только божественный мир. Поэтому, если говорить о прогрессе, он возможен только в божественном мире. В подлунном мире всегда существует толкотня элементов, всегда существует отклонение от этих вот линейных стратегий и, в лучшем случае, циклы, как у планет. Соответственно, кстати, вот идея, что Аристотель утверждал, что Земля находится в центре мира, абсолютно неправильно. Это вообще не так, потому что для нашего мира, да, для подлунного, но в центре лунного мира находится естественное место Луны. В центре мира Марса, мира Венеры находится естественное место Венеры. Несколько минут еще осталось, друзья, терпим, все хорошо. Которого оно вращается, то есть некая ось. В каждом из планетарных миров существует свой центр мира. На самом деле, и настоящим центром мира является Бог, который занимает свое место как недвижимый двигатель. И Бог представлен, скажем, центром Земли, Иерусалимом, святыней. Бог представлен центром лунного и солнечного, или мира... Ну, с Иерусалимом что-то не очень похоже на Аристотеля. Ладно. Венера, мира Сатурна, но сам он никогда не здесь, и ничто из этого в центре мира не находится. Это все относительные центры, центры проекции. Поэтому, на самом деле, переосмысление Аристотеля это единственный путь построения по-настоящему достоверной научной картины мира. Потому что та картина, с которой мы имеем дело, под именем научной картины, вот на всем своем протяжении за 500 лет, она является абсолютно антинаучной. Она построена на ошибках, которые только сегодня... Ну, смотря, что мы называем научным, а что ненаучным. В ходе построения общей теории поля, скажем, развития квантовой механики и теории относительности, вот только сейчас они начинают быть заметны. Поэтому не удивляйтесь, что наши ученые изобретают, что существуют две одновременно параллельные вселенные, что наблюдатель изменяет саму структуру опыта движения частиц, или что существует обратимость времени. Все эти результаты внутри парадигмы нового времени по сути дела и возможны, потому что с самого начала эта парадигма была построена на грубых ошибках. И именно то, чем хвалится современная наука, что она преодолела Аристотеля, вот это и приговор, преодолела Аристотеля просто в побойку, это ненаучно. Научным является только развитие аристотелевских тезисов, потому что тогда мы получаем достоверную, правильную, сакральную, полноценную и поносную. Ну то исследований здесь никакого, конечно, нет, просто потому что мы тогда получаем сакральную науку и все. Стоящему научную науку, которая прекрасна. Научная наука, совсем не скука. Аснат соответствует, идеально соответствует христианским, вообще и религиозным, шире представлениям о космическом и человеческом устройстве. На самом деле можно закончить так, вперед к Аристотелю. Если мы хотим, чтобы в России была настоящая достоверная наука, это должна быть не только физика ангелов или бесов, это можно сделать факультативным, но Аристотельская Академия наук вместо того мусора, которым является современная российская наука, нам просто необходима. Всего доброго, вы смотрели экспертизу Бугина о величии Аристотеля.